Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня разберем еще один вид карты временного побыта. Точнее, это карта побыта членов семьи граждан Евросоюза. И если вам это будет интересно, то продолжайте смотреть дальше. Я скажу вам сразу, что даже если вы являетесь членом Евросоюза и приезжаете, например, на территорию Польши для того, чтобы учиться, либо работать, либо же открывать здесь свою деятельность, то вы должны в течение трех месяцев зарегистрировать ваш побыт, то есть ваше пребывание здесь на территории Польши. Регистрация вашего пребывания на территории Польши делается только в том случае, если вы собираетесь оставаться на территории Польши больше трех месяцев. Если же меньше, то есть если меньше 90 дней, тогда регистрировать ваш побыт здесь не нужно. И разберем с вами именно тот случай, когда вы являетесь гражданином Евросоюза, приезжаете на территорию Польши для того, чтобы учиться, либо работать, либо открывать свою деятельность больше, чем на 3 месяца. Тогда вы собираете пакет документов, которых я вам сегодня скажу, идете в ужин по делам иностранцев, точнее в ужин вашей воеводы, и подаете там эти документы. Регистрация обывателей Унии Европейской, она бесплатная, то есть вы за это ничего не платите. Сроки рассмотрения дела зависят от вашего воеводства. В Гданске это где-то 3-4 недели, в зависимости также от ваших документов. Если вдруг чего-то вам будет там, точнее для ужина не хватать, то, конечно же, вам пришлют письмо, либо вас наберут и скажут, что вы должны прийти, например, поправки, сделать корректу в документах, либо что-то донести. Теперь возвращаемся к пакету документов. Первое, что самое нужно, это заполнить нужно внесок. И, поверьте, внесок до такой степени легкий, там буквально 4 страницы. То есть он намного меньше, чем для карты временного побыта. Поэтому я надеюсь, что вы там справитесь. Перевода на русский язык, как в карте временного побыта, там нет. Там есть польский, английский и французский, если я не ошибаюсь. Для заполнения там все легко. Вы просто заполняете свои данные, дата рождения, номер паспорта, на основании чего вы сюда приехали. То есть ваш довод, либо же паспорт униевропейский. И также ваш адрес проживания. Там есть для адреса проживания два выбора. Либо же вы проживаете более чем 3 месяца, либо же это сталый побыт. Помните всегда, что отмечаете крестиком тот квадратик, который относится именно к вам. То есть сталый побыт означает, если у вас есть сталый мальдунок. Это означает только в том случае, если же у вас есть своя недвижимость. То есть если у вас есть своя квартира, то тогда вы будете обозначать в квадратике крестиком, где сталый побыт, либо же сталый замальдувание. Все остальное, точнее все остальных, касается это обычный просто побыт по выжидших мещенцам. Вроде так формулировка идет, если честно, сильно не помню. То вы тогда там обозначаете. И в принципе там много чего не нужно заполнять. Все доступно, понятно. Каждой клеточке печатными буквами заполняете. И значит внесок вы заполняете в оригинале. То есть пишете ручкой. И уже потом делаете две копии заполненного внеска. Далее это копия вашего паспорта, либо же пластиковой карты Евросоюза. Делаете ее в трех экземплярах. Полностью со всеми отметками, которые стоят у вас в паспорте. Если же вы приехали на основании работы, то есть вы переезжаете в Польшу для того, чтобы работать, тогда от работодателя зашвержение о том, что вы работаете у него. И не находитесь на стадии выповеджения, то есть окончания работы, увольнения. Далее это договор с работой. Это может быть как умовообрядство, так умоводело, так и умовоозлицение. Но и также приносите еще страховку. Если же вы приехали на основании учебы, тогда это договор с учебного заведения, либо же зашвержение, что вы учитесь. Затем это страхование. И также добавляете туда документ, подтверждающий ваши финансовые средства, для того, чтобы жить на территории Польши, с расчетом в зависимости от человека в семье. То есть если вы приехали сами, то это около 700 злотых для одного человека. Если же вы с семьей, то это 514 злотых на человека в семье. Плюс не забывайте всегда добавлять, как они пишут, 200 злотых на обратный билет. Под данным документов о финансовых средствах имеется в виду либо же выписка из вашего банковского счета, вы, кстати, можете помнить, что если вы положите определенную сумму на карточку, то они должны там пролежать сутки. Только на следующий день банковский работник может увидеть средства, доступные на счету, сделать вам выписку, и после этого вы можете эти деньги даже снять. То есть в этом нет никаких проблем. Либо же если вы учитесь, например, на дневном, но где-то еще подрабатываете, то вы также можете принести просто договор с работой о том, что у вас есть финансовые средства. Дальше. Третьим вариантом – это если вы приехали и ведете здесь свою деятельность, тогда вам нужно будет принести выписку с КРС, а также информацию о вашей деятельности, которую вы ведете здесь на территории Польши. Также у вас должна быть страховка, но и финансы для того, чтобы жить на территории Польши. И четвертый вариант – это последний. Если вы, как граждан Евросоюза, заключаете брак с польским гражданином, тогда вам нужно будет принести копию свидетельства о браке, зарегистрированном на территории Польши, либо же сделать уможение. Я вам много раз уже рассказывала, что это такое. То есть это регистрация вашего свидетельства о браке в книгу польских бракосочетаний. Ну и вторым документом – это довод у собиста, либо же пашпорт гражданина Польши. Этот весь комплект документов вы собираете в копиях, кроме оригиналов, которые я вам сказала в самом начале, и приносите в ужин. При этом вы должны иметь также оригиналы с собой, чтобы показать, чтобы они могли сверить. После того, как вы отдаете эти документы, как я вам сказала, что в течение 2-4 недель вам приходит децизия, вы ее забираете и счастливо наслаждаетесь здесь, на территории Польши. Если же вы находитесь в браке, например, с гражданином не Евросоюза, то тогда гражданин не Евросоюза может подать на карту временного побыта по воссоединению с членом Евросоюза. И здесь совсем другие идут внески, совсем другой список идет документов. Ну то есть, например, если у вас есть гражданство Румынии, Венгрии, и ваш супруг-супруга является гражданином, например, Украины, тогда ваш супруг-супруга, у которых гражданство есть украинское, может подать с вами по воссоединению и получит карту на 5 лет, не более чем на 5 лет, с правом к работе, также с правом к открытию своей деятельности. То есть, в принципе, это очень хорошая карта, которая позволит вам очень много здесь сделать на территории Польши. Для того, чтобы податься на такую карту побыта для членов граждан Евросоюза, то вам нужно собрать такой пакет документов, как первое, это, конечно же, заполнить внесок и сделать его копию. Дальше вы делаете копию вашего паспорта. Далее это 5 фотографий, 3,5 на 4,5. Далее это копия документа о регистрации вашего гражданина Евросоюза на территории Польши. То есть, это тот документ, о котором мы говорили с вами ранее. Далее это копия договора об аренде жилья. Договор с работы мужа либо жены члена Евросоюза. Если же ваш супруг находится здесь по учебе, тогда вам нужно будет предоставить просто выписку с банковского счета, то, что у вас есть средства для проживания на территории Польши. Если же муж здесь ведет или жена деятельность здесь свою, то тогда просто выписку с КРС, а также информацию о предпринимательской деятельности здесь на территории Польши. И также вам нужно будет принести свидетельство о браке, как оригинал копия в вашем языке, так и если этот документ не на польском языке, тогда вам нужно будет привезти это у присяжного переводчика и принести также для комплектации документов. Также вы делаете копию паспорта либо довода вашего мужа либо жены члена Евросоюза и весь этот пакет документов относите в отдел по делам иностранцев. Как и в случаях по воссоединению семьи, к вам могут прийти страж граничная и сделать с вами такое легкое маленькое собеседование, то есть посмотреть, в каких условиях вы живете, спросить, что любит муж либо жена. То есть это просто как идет проверочное собеседование перед основным собеседованием. И просто они проверяют, живете ли вы вместе вообще. После этого вас могут пригласить либо же на отпечатки пальцев, если вы не регистрировались через онлайн-интернет, либо придет там письмо. Все также зависит от вашего воеводства, от правил подачи. То есть читайте на официальных сайтах вашего воеводства, там есть буквально все и полностью расписано, как подать на карту побыта, как зарегистрироваться и так далее. Член семьи гражданина Евросоюза получает карту временного побыта, как я вам сказала, не более чем на 5 лет, с доступом к рынку труда. При этом вы имеете право открывать свою деятельность, можете работать без разрешения на работу на территории Польши. Что касается детей, то для детей нужно тоже собирать отдельный пакет документов, тоже их нужно отдельно регистрировать и подавать в отдел по делам иностранцев. Дети точно так же получают карту члена семьи граждан Евросоюза, при этом не на более тот срок, который выдается маме или папе. Такая карта, она бесплатная также, и дело рассматривается от 6 месяцев и больше, в зависимости, конечно же, от воеводства. Если чем меньше, помните всегда, чем меньше воеводства и чем меньше там иностранцев, то, конечно же, дело будет рассматриваться намного быстрее. Что касается, например, поморского воеводства, то здесь дело рассматривается безумно очень долго, поэтому, если решите сюда ехать, то сразу продумывайте план ваших действий и помните, что электронная запись расписана на 3 месяца вперед. Помните, что если вы гражданин не Евросоюза, но подали как по воссоединению с членом Евросоюза, то вы должны находиться здесь на территории Польши легально. И для того, чтобы работать, вы должны иметь разрешение на работу. После того, как вы уже получите карту, конечно же, вы можете работать без всяких разрешений, но до момента децизии вы должны находиться здесь как легально, так и работать точно так же легально, с раз всеми видами и правилами разрешений, которые вы должны соблюдать. Вот такое вот короткое видео. Я думаю, что оно тоже было для вас информативным, полезным. Внёски я вам оставлю в инфобоксе, поэтому можете их скачать и заполнить. Список документов я вам также ещё раз продублирую в инфобоксе. Можете заходить, копировать, либо же собирать по моему списку и подавать на карту временного побыта. Спасибо, что сегодня были вместе со мной. Если у вас остались ещё какие-то вопросы, то вы знаете, где меня найти, а также оставляйте свои комментарии. Не забывайте подписаться на мой канал. Ну а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока!